всем добрый день это проект редколлегия читару меня зовут андрей козлов я редактор читару и сегодня у нас гостях самый знаменитый наверное настоящий момент врачи в забайкальском крае главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения забайкальского края я насколько помню вы доцент в медакадемии сергей анатольевич лукьянов человек который наверное практически лучше всех вы понимаете ситуацию с коронавирусом до в первой городской больнице и вообще в регионе возможно возможно здрасте андрей здрасте здравствуйте друзья но мы понимаю повесил сегодня у нас 30 декабря вечер 19.40 на часах редколлегия выйдет гораздо позже я думаю сергей анатольевич видимо с больницы прямо к нам приехал как дела в первой городской больнице в главном городском моностационаре ну дела плохо собственно так же как и весь предыдущий месяц вот у нас ситуация она стабильная она действительно стабильная но она стабильно тяжелая потому что у нас количество больных которые мы ежедневно все следят за отчетом официальными да можете там на сайте читару их посмотреть на яндекс коронавирус оперативный штаб ежедневно публикует сводки ситуация у нас один в один ноября а ноябрь был наш самый тяжелый месяц соответственно мы переживаем второе наш самый тяжелый месяц вот он близится к завершению то есть это где-то 250 новых случаев в сутки и от к сожалению от трех там до восьми по моему смертей каждый день многие не верят в эти цифры это реальные цифры абсолютно абсолютно реальные мы вот из тех регионов кто не скрывает я не буду говорить за другие регионы но по крайней мере я общаюсь с коллегами постоянно связи у нас есть чат и главных специалистов по дфо там с репортажах рай города москвы мы все от них информацию получаем новую вот и я сам недавно ездил в другом регионе работал ну и знаю примерно как эта система работает вот мы ничего не скрываем все так как оно есть на самом деле в общем это очень важный момент мы сергей анатольевичем когда разговаривали перед записью коллеги я прям просил его обратить на внимание на тот факт что ситуация стабильно тяжелая вот у меня ощущение что все расслабились во первых все привыкли к этой статистике то есть я помню время там в апреле когда 50 заболевших в сутки казалось но чем невероятным да и когда появился первый погибший но это было прям паника такая а сейчас все привыкли что от коронавируса каждый день может умирать там 58 человек и люди расслабились у вас есть это ощущение что люди расслабились безусловно есть люди устали где можно понять потому что ну азрушен был привычный уклад жизни это касается не только за уровень заболевших это касается всех сфер ограничений бизнеса в первую очередь малый бизнес людей можно понять но с другой стороны я не могу их понять потому что практически сейчас но не осталось семьи каким-то образом не затронуты все у каждого либо кто там ну не дай бог из близких болел на работе знакомы то есть практически у каждого есть сейчас уже знакомый заболевших коронавирусом ну и по меньшей мере не верить в реальность этой ситуации но это недальновидно ну и вот все таки официальные власти роспотребнадзор по крайней мере ну все же хотят выдохнуть на самом деле и вот роспотребнадзор говорит что вроде бы все таки где-то на спад пошли в декабре но вы не чувствуете видимо этого спада роспотребнадзор он говорит совершенно правильно но нужно правильно понимать у нас если помните по сравнению с сентябрем рост был кратно в разы больше то есть у нас есть в первую волну 50 60 было заболевших день и стал 250 и очень резкий был скачок с сентября в октябрь и просто сейчас вот этот рост он абсолютно прекратился то есть цифры и идут один в один вот об этом роспотребнадзор говорит что прекратился рост скажем так прирост новых заболевших количество остается примерно одном уровне вот что и все ждут когда же он все таки пойдет ощутимо вниз вам уже этот вопрос много раз задавали вы на него всегда очень осторожно отвечаете но может сегодня 30 декабря хоть какой-то просвет есть честно говоря уж мы-то как хотим чтобы не пошел вниз но пока предпосылок для этого нет и мы опасаемся что новогодние праздники если действительно то что вы говорите на и люди расслабиться мы можем получить новый всплеск поэтому все вот эти горячие мероприятия не остаются на празднике и нужно смотреть за собой среди собой но это вы говорите про краткосрочную перспективу да то есть вы опасаетесь условно того что люди все-таки начнут сейчас больше контактировать друг с другом в связи с выходными и это может теоретически дать какой-то там всплеск это краткосрочная перспектива а какова среднесрочная перспектива вы же наблюдаете за ситуацией в мире естественно во всей стране что дальше будет будет третья волна или вторая война волна уйдет на спад и больше этого не будет какие-то сроки но вот тут видите вот то что весь этот год был это были гадания на кофейной гуще вначале говорили это продлится все там пару месяцев как в девятом году грипп h11 это все заглохнет что это второй волны не будет что само собой как-то все рассосется вот оказалось что не так и по мнению наших ведущих экспертов мировых то сейчас очень много на самом деле выходят статьи каждый день выходят сотни статей в таких журналах как лунейча ланцет это вот самые ведущие головные и даже если почитать возовский сайт по большому счету воз то говорит о том что потенциал второй волны коронавируса он еще полностью не реализован то есть коронавирус он еще но не реализовал всю свою мощь во вторую волну и ситуация она еще отягощается тем что коронавирус это очень изменчивый вирус даже более изменчивый чем грипп вот к примеру неделю назад в медийном пространстве такая появилась информация про вот этот британский коронавирус когда острова до полностью и там не только в британии оказывается есть а там смысл-то какой это вирус тот же самый там несколько последовательности в него рынка поменялась и и за счет этого вирусу просто требуется меньше рецепторов аце-2 рецепторы аце-2 в дыхательных путях в общем это такие как бы якоря за которые вирус цепляется вот условно говоря вирусу который был в 2020 году нужно там тысячи и корей чтобы там на один там квадратный миллиметр было а здесь ему нужно уже там 100 там или 200 и меньше и меньше и меньше то есть вирус стал как бы более контагиозом что вирус он приспосабливается кружочной среде и поскольку переболели уже там десятки миллионов людей по всему миру отбираются те что мы вирусы и дальше идут передаются которые самые злые самые жизнеспособные самую такие живучие и потенциал для мутации у нас будут свои мутации вероятность есть на территории значит азиатской части северной полушарии вот но у нас есть центр вектор они очень тщательно за этим следят наши все штаммы туда посылаются к счастью значимо каких-то мутаций как в коронавирус вот конкретно территории забайкальского края и всего дфо их нет то есть у нас люди более тем же самым штамма вируса который был условно грел нас летом но здесь может мутировать как-то на территории вот наших регионов ну а будем надеяться что у нас небольшое население небольшой для него потенциал для мутации но вообще и я вот к чему это говорю то что потенциал второй волны он еще полностью не реализован и вот еще идет вторая волна и сколько она будет лица вообще вот мы настраиваемся и наши ведущие организаторы здравоохранения там профессора академики допустим у нас было работал со своей командой мария анатольевна лысенко знаменитей врач он герой труда главный врач 52 больницы вот она говорит что на самом деле не закончится никогда но мы настраиваемся до 22 года работать в таком интенсивном режиме но и может даже предвосхищая вопрос дальнесрочной перспективе когда это закончится вот есть такой фильм австралийский по бадук не видел это рекомендую там с точки зрения психологии с интересные моменты в общем там про такого монстра рассказывается который появился в жизни семьи и полностью разрушил их общий уклад там они все его боялись там приносило им страдания ну и оказалось что его невозможно как-то элиминировать убрать и они просто его посадили но я буду спойлерить они просто посадили в подполье и он там у них стал жить как домашнее животное и периодически там они вылезали он как-то они успокаивали вот коронавирус он никуда уже не денется он останется в нашем обществе как корь как грипп как другие вирусы там бешенство но 21 год для нас будет очень важный нам нужно таким образом систему здравоохранения построить чтобы мы максимально всех людей на ранних сроках лечили что мы собственно сейчас делаем чтобы мы группу риска вакцинировали вакцины сейчас будет несколько вакцин и тогда мы сможем его под контроль взять и он уже не будет таких кошмарных вещей но никуда не денется уже вы верите в эффективность масштабного вакцинирования вы уже подвелись вот я конкретно не привелся поскольку болел вы переболели коронавирусом да как все прошло вот ну вот видите живой я переболел в легкой форме у меня был отрицательный пациент я ходил на работу делал свою работу вот многие наши коллеги вакцинировались кто работает прямо в самом очереди аэнстезиологи рейматологи в первую очередь наш учитель профессор шиповалов вакцинировался все перенесли хорошо было буквально два дня субфибрильной температуры выработались антитела и вот при вакцинации скажем так уровень тел который вырабатывается он выше даже если ты переболел то есть это абсолютно факт доказаны во всех статьях и вот эмпирически мы смотрим сейчас мы взяли антитела у тех кто переболел среди нашего коллектива и тех кто вакцинировался кто вакцинировался выше но условно получение вакцины означает что можно без сизов заходить в красную зону или нет тут другой момент сколько живут эти антитела а вот так вот их расходство считается что после вакцинации 8-12 месяцев достаточно уровень антитела но для обывателя это что означает что вот нас раз в год от гриппа привык прививает и также нас будут раз в год от коронавируса его так примерно будет что касается тех кто переболел мы приглашаем сейчас людей которые еще в первой волне болеет об апреле в мае в июне у них сейчас высокий титр антитела но это те кто тяжело болел то есть он полгода держится это что означает что он переболел и у него иммунитет какой-то до держится на протяжении какого-то времени да да и если человек снова инфицируется столкнется с этим вирусом даже если он заболеет он уже не заболеть тяжело то есть повторное заражение возможно но столь тяжелого течения заболевания как в первом случае не будет это смысле вы констатируете этот факт да это абсолютно это научно доказано на примере других вакцин там смысл все вакцин они работают одинаково смысл то один но еще важный момент вот в этой вакцинации мы говорим про спутниковскую вакцину формируется так называемой клетки памяти то есть лейкоциты которые обучены уже работают на этот вирус и когда в следующий раз лейкоциты лимфоциты столкнется с этим вирусом даже если антител у человека уже не будет там год прошел с момента как он первый раз переболел начнут вырабатывать специфические белки антитела и человек очень быстро эту инфекцию поборет вот эта история с массовой вакцинации она изменит ситуацию резко изменит ситуацию постепенно изменит ситуацию заболеваемостью она должна изменить ситуацию с тем сколько у нас тяжелых форм и с тем сколько у нас людей умирает то есть это должно просто резко сократиться условно да ну вот возвращаясь к этой теме еще не возвращайся продолжая тему про тяжелых больных вот на примере первой городской больницы, сколько сейчас человек в тяжёлом состоянии, насколько это количество соотносится с тем, что было в ноябре, ну и условно в сентябре. Это практически один в один. Один в один с ноябрём. Один в один с ноябрём. У нас, не надо забывать, что ещё помимо первой городской больницы есть больницы в районах. У нас есть очень серьёзные моностационары. Это, в первую очередь, Борзя, Нерчинск, Петрович Забайкальский и Могойтуй, где есть свои отделения реанимации на тассивной терапии. Если в первую волну, в основном первая городская со всего края забирала пациентов, сейчас там научились, скажем так, врачи, приобрели определённые компетенции, материально-техническая база улучшилась. То есть, у них всё есть. И, по сути, лечение в Чите, в Петровске, в Могойтуй и в Борзе реанимационное, оно глобально не отличается. То есть, компетенция те же самые, респираторная поддержка та же самая. И у них тоже достаточно много тяжёлых больных. У них, конечно, масштаб не такой. Вот у нас ковидный монстр, наша больница, ну, про неё снимали сюжет. Катерина у нас была тоже в красной зоне, видела. Там просто три огромных корпуса стоят, и они все полностью коронавирусные. Пять реанимаций. То есть, у нас, грубо говоря, прямо сейчас, ну, примерно 80 больных, которые прямо сейчас, вот мы разговариваем, они борются за жизнь. Весь наш персонал героически сражается за их жизнь. Это только в Чите. И плюс районы. Ну, то есть, это около 100 больных ежедневно. Это количество не сокращается. То есть, вы говорите, у нас забиты по-прежнему реанимации. И ситуация не исправляется. Вот я почему об этом говорю уже третий раз, я прям намеренно делаю этот акцент, потому что у меня чёткое ощущение, что все расслабились. И мне от этого немножко жутко, честно говоря, становится. Я правильно понимаю, что человек в любом совершенно возрасте, в любом состоянии здоровья, в любом состоянии, ну, вот физическом, может заболеть и попасть в реанимацию. Да, да. Конечно, большая часть тех, кто в реанимации находится, и большая часть тех, кто умер, к сожалению, это люди 65+. 70% умерших у нас это 65+. Но умирают и молодые. Насколько молодые? Но умирают 35-летние. То есть, есть случаи смерти 35-летних молодых людей от коронавируса. Но надо понимать, что, как правило, если молодой болеет в тяжёлой форме, это человек уже исходно нездоровый, скомпрометированный. То есть, у нас можно же быть молодым и можно быть достаточно больным. То есть, это пациенты онкологического профиля, находящиеся на гемодиализе. Это люди, которые имеют какие-то тяжёлые пороки сердца, ВИЧ-инфекцию. То есть, можно в 30 лет болеть ВИЧ-инфекцией и иметь уже уровень иммунитета никакой. И малейшая инфекция, тем более такая серьёзная, как коронавирус, уносит жизнь этого человека. То есть, те, кто болеет в тяжёлой форме, молодые, это, как правило, люди исходно очень больные. Поэтому, вот я говорю, нужно вакцинировать не просто там всех 65+, а вакцинировать группу риска. Вот для кого нужна вакцина. Ну, я ещё смотрел, читал где-то новости на неделе, что прирост основной заболевших сейчас... То есть, те, кто моложе 65, их меньше становится. А те, кто старше, больше. Такая же сейчас логика. Да, абсолютно. Откуда это берётся? Да. Госпотребнадзор не объясняет? Нет. Ну вот они очень правильно, что отметили вот эту тенденцию, потому что это самая уязвимая группа, как мы уже говорили. И, как правило, у этих людей, у них уже у всех есть 65+, у каждого есть заболевания. Сердце, как правило, гипертензии, целый букет заболеваний. Мы считаем, что это случай в семье. Чаще всего, да? Да. А Роспотребнадзор проводит расследование, правда, это просто родственники приходят к своим родителям, бабушкам, дедушкам. Скажем так, экономическая активность часть населения является переносчиком инфекции. И приходят, их заражают. То есть, это люди, которые всю первую волну дома просидели. И сейчас они дома сидят. Тем не менее, они заражаются. Вот у нас в реанимациях примерно половина это люди не просто 65+, это 75, 80, 90-летние люди, которые они просто из дома годами уже не выходили, имеют целый букет хронических заболеваний. Некоторые, они и вовсе обездвижены и иммобилизованы. Где они могли заразиться? В общественном месте нет. И заражают родственники. Я просто слушаю вас, и у меня реально тоже немножечко волос на голове шевелится, потому что в первую волну прямо ролики выпускали, не ходите друг к другу в гости, прямо на этом был акцент. А сейчас его вообще нет. И сейчас вот эти новогодние праздники, и все пойдут друг к другу в гости. И ничего с этим не сделаешь, самое главное, да? Ну, сейчас не совсем согласен. Сейчас все равно у нас Министерство охранения из Беккальского края постоянно публикует, как себя вести, как себя вести в общественном месте, как посещать пожилых родственников. Есть, да, такие ситуации, когда там, ну, просто человек не может выйти из дома, там, купить себе продукты питания, там, банально. А у нас есть волонтерская служба. Просто как-то действительно, сейчас про это меньше звучит, но вот волонтеры, они нам великое дело сделали, и продолжают делать, когда они просто вот одиноким там старикам приходили, приносили продукты питания, какие-то необходимые вещи, и сейчас эта система есть, и волонтеры работают, просто это сейчас как-то уже, ну, не звучит вообще в самом пространстве. Да привыкли все. Привыкли. Что вот так и есть. Люди-то не будут брошены, если вот некому к нему прийти, к нему придут волонтеры, и продукты принесут. Другое дело, что родственники должны проявлять бдительность, когда посещают своих пожилых родителей. Вот это очень важно. Ещё вопрос про изменение логики, я не знаю, как правильно сформулировать, логики госпитализации. Я правильно понимаю, что сейчас вы госпитализируете людей со средним и тяжёлым течением болезни. Все лёгкие болеют дома. У вас, видимо, и какой-то процент свободных коек появился в моностационаре. Большой это процент? Много у вас места ещё? Сейчас вот конкретно по стационарам разные, но средний уровень это около 20%. Свободных коек. Да, у нас должен быть свободных коек. У нас на пике количество коек было 2080. Во всём крае практически они все были заняты. Сейчас мы немного уменьшили количество коек и, как вы говорите, появились свободные койки. Почему это произошло? Хотя уровень заболеваемости такой же. Потому что, наконец-то, у нас сейчас заработало первичное звено. и у нас те пациенты, которые могут лечиться дома, они лечатся дома, причём лечатся адекватно, то есть они не доходят до такой стадии утяжеления процесса, что им требуется там помощь, госпитализация в стационаре. Система научилась оттормаживать этот поток, который течёт к вам в реанимацию условно. Да, и система научилась сортировать. То есть медицинская сортировка больных, те, кому, безусловно, нужен стационар, они у него сейчас, безусловно, попадут. Те, кто может лечиться дома, остаются на амбулаторном этапе, то есть действительно, у нас есть лекарства на амбулаторном этапе. Про это тоже сейчас как-то не говорят, тоже как само собой разумеющееся. В поликлинику можно прийти, дадут лекарства и... Бесплатно? Бесплатно. Ну, по крайней мере, в частях точно. И в районном всё. И лекарств хватает? Лекарств хватает. А чем лечат? Есть у нас 7 схем, строго говоря. Мы вот во вторую волну сделали унифицированный протокол. Посмотрели, как сделала ДЗМ. Москва. ДЗМ это что? Департамент сохранения города Москва. У них такой он очень большой, там, стостраничный протокол. Вот он конкретно для ДЗМ. Но у них, понятно, другие финансовые возможности, там, организационные, кадровые. Мы конкретно сделали для Забайкальского края. Исходя из того, какие препараты у нас законтрактованы, исходя из нашей схем маршрутизации, мы сделали 7 схем. Значит, 3 для амбулаторного этапа. Там чётко прописано возраст такой-то, наличие таких-то заболеваний. Значит, такая-то группа риска. Вторая, третья схема есть. Четвёртая схема, но она практически не используется для дневного стационара. И есть 3 схемы для стационаров. Вот то, что я говорю, что лечат в Борзе, могу это и читать. Протокол абсолютно одинаков. Препараты, подходы все те же самые. То есть для средних, там, для тяжёлых в отделении и для тяжёлых больных в реанимации. То есть вот у нас унифицированный сейчас подход. Хорошо это или нет, я считаю, что это хорошо. Ну, конечно, хорошо. Это гарантированный объём медицинской помощи человек получит вне зависимости. Почему койки появились? Ну, это тоже хорошо. Значит, мы действительно тех, кто не должен занимать койку, он её не занимает. Мне кажется, хорошо. Какие ещё могут быть варианты? И самое главное, почему нужны свободные койки? Если действительно человек ухудшается на амбулаторном этапе, и чтобы не было таких прецедентов, как в других регионах, скоро приезжает, и этот человек просто некуда везти, ему все дверь закрывают. Ну, было такое, видимо. Ну, вот у нас-то мы вручную разрулили, когда у нас койки все заполнились, мы просто сидели на телефоне заместителя министра Сергея Борисовича Байзаров, и он всю ночь там сидел на скорой, и он вручную в режиме разруливал. Кого куда везти? Кого куда везти. А сейчас такого нет, потому что есть свободные койки, если, не дай бог, человеку, что-то случилось, его в любом случае госпитализируют. Ну, и система научилась с этим. Система научилась. Вам в целом ресурсов хватает человеческих, материально-технических. Людей хватает? Материально-технических, да. Людей мы научили, у нас прошли такую хорошую школу. Мы 6 тысяч проучили в Чеченской медакадемии, цикл провели 36 часов для врачей разного профиля, у нас же все врачи анализованы. Действительно, кадров достаточно сейчас. Есть, конечно, определенная усталость вот этих кадров, то, что особенно люди, которые работали с самого начала, с 1 апреля, во многих регионах есть ротация. В Москве они могут себе позволить, там, допустим, зашла одна смена, они отработали там месяц, полтора месяца, потом они идут отдыхать, там, живут с своими семьями, и следующий заходит. Но вот у нас нет, к сожалению, такой возможности. Просто все работают. Все вот как работали, так и работают. И так и будут работать до конца. Получается, это очень странно, может быть, покажется, но квалификация врачей повысилась просто, да? Это, наверное, в какой-то мере позитивное явление. И в районах, в том числе, я так понимаю, все проучились. Да, все проучились, и все уже проработали с этими больными, имеют практический опыт, не просто там прослушали лекции. У нас, можно сказать, удивительным образом повезло в свое время. Вообще у нас конкретно, моя специальность, она сейчас стала трендом, болезни легких, а раньше она была, скажем так, по статочному принципу. Но когда у нас началась программа модернизации первичной звена в 2019 году, мы начали создавать межрайонные центры. Межрайонные центры у нас есть по сердечно-суистым заболеваниям, по травматологии и по нарушению мозгового кровообращения, то есть инсульт, инфаркт и травма. Это наши такие ключевые направления медицины в той жизни, в прежней жизни. И нам удалось вот туда продвинуть еще систему межрайонных центров по пульмонологии, потому что эта проблема для нас, она предельно актуальна из-за проблем нашей с экологией. У нас очень много хронических больных с болезнью на дыхание, у нас очень много больных с пневмониями, ну, другими пневмониями до коронавируса. И мы сделали вот в некоторых стационарах такие межрайонные центры, что собирается из ближайших районов в такой мощный стационар, не в Чите, но там помощь будет оказана точно такая же. То есть проучили врачей на цикле симуляционном, закупили оборудование, и на этом же оборудовании вот специалисты у нас прошли обучение. И вот это мы успели сделать, и вот эти же потом районы, которые мы включили в ЦРы, они у нас стали потом моностационарами. И врачи-то были подготовлены, но сейчас они просто уже суперспециалисты. Вы когда последний раз ходили в отпуск? Ну, я брал летом 5 дней без содержания. Почему без содержания? Ну, вот так получилось. Я на самом деле в первой городской больнице старше был консультантом. Просто приходил там по вечерам и консультировал больных, а так, чтобы уже пойти как бы с головой, я вот добровольцем пришёл, там в конце марта записался, я вот с 1 апреля работаю. Просто мне ещё не был положен отпуск, потому что мало там наставку. А до этого вы где работали? До этого в медакадемии. Просто в медакадемии преподавали? Да, я и сейчас там работаю, но поскольку у нас сейчас на удалённом мы студентами провели занятия дистанционно через Zoom и потом обратно в зону идём. То есть у нас непрерывно, у нас, кстати, образовательный процесс в академии то он не прекращается. Но как учили, так и учим. У меня такое ощущение ещё, что вот на ситуацию с тем, как вы лечили коронавирус, всё-таки сказался и уровень самой медакадемии, что хорошая база для обучения, хорошие специалисты, которые могут научить в том числе. То есть роль медакадемии, видимо, достаточно важна. Она колоссальна. Она колоссальна. То есть на благодатную почву положили вот эти знания, практически навыки, которые сейчас легли, они легли на очень хорошую базу. И могу сказать, что у нас многие врачи, в том числе врачи-энстезиологи-аниматологи, это наши вот вчерашние студенты, это врачи-стажёры. Нам благо 264 приказ дал возможность трудоустраивать врачей-стажёров. Потому что, допустим, мы можем врача-моно-стационар выучить из хирурга, из невролога, лора, ну, врача любой специальности, скажем так, не пульмонолога и не инфекциониста. Но врача-энстезиолога-аниматолога мы не можем сделать с какого-то другого врача. Вот нельзя сказать там дерматовенерологу, ты идёшь и завтра будешь интубировать, как вот тот мем, да, носите маски, иначе вас будут интубировать дерматовенеролог. У нас интубируют строго анестезиологи-аниматологи. И никакие врачи больше. Почему? Потому что у нас есть Читинская государственная медицинская академия, где самая вот одна из ключевых кафедр, это как раз кафедра Шаповалова. Там больше всего ординаторов, и вот эти все ординаторы, они у нас сейчас поставлены под ружьё. Там все 30 человек, они ежедневно прямо сейчас несут вахту свою в моно-стационарах. Потому что врач-анестезиолог-аниматолог, это врач самый важный, как оказалось в нашей пандемии, врач, который несёт на себя самый большой риск. Он делает навазивные процедуры и те процедуры, которые разругенерирующие. То есть, вот самая высокая смертность среди всех врачей, допустим, по Петербургу, это врачи-анестезиологи-аниматологи. И их никто заменить не может, потому что там определённые компетенции, и их нельзя как бы сразу там освоить за неделю учёбу. То есть, они осваиваются годами. Но вот те врачи-стажёры, астезиологи-аниматологи, и врачи-ковидологи, которые работают, они не брошены, они не работают дни. С ними всегда в смену есть, ну, строго говоря, опытный врач, который там имеет стаж, то есть, и опыт работы в этом моно-стационаре. Но могу точно сказать, если бы не медакадемия, у нас кадровая служба астезиологическая-анимационная, она бы не справилась. А сейчас она справляется. Как часто заболевает медперсонал у вас с Первой городской больницы? Редко я читал. Редко. Не меняется эта ситуация. По-прежнему работают средства защиты? Как работали, так и работают. Видите, всё же познаётся в сравнении. Если мы возьмём, допустим, другие регионы, ну, не буду говорить, какие, ну, у нас у всех есть знакомые, коллеги, которые тоже работают в этих моно-стационарах, есть где люди просто идут как расстрельная команда, как штрафные батальоны в таких, ну, нарушивших СИЗ. И я видел, как люди идут в красную зону, заходят, практически это гарантированное заражение. У нас такого никогда не было. У нас сразу вот в Первой городской больнице огромную роль тоже там наш госпитальный эпидемиолог сыграл. Сразу было построено правильно всё, логично. Красная зона, зелёная зона, сам пропускник. Когда человек одевается, его учат, первый раз заходят, там тебя одевают со всех сторон, смотрят, значит, потом как, там даже самое главное не одеться, а как потом раздеться, чтобы ты не контоминировал себя, потому что у тебя огромное количество вируса на средствах индивидуальной защиты, обливают Д-средством, определённо последовательное снятие. Для нас, как бы, сейчас это рутина, это мы как... Привыкли. Привыкли, ну, по несколько раз в день, как бы каждый день ты заходишь туда. А тогда, как бы, это было всё в новинку. И было очень важно научить носить средства индивидуальной защиты. Это как в самолёте говорят, да, оденьте маску вначале на себя, потом на ребёнка. Поэтому были такие больницы, где просто медперсонал весь заразился, и больных некому было лечить. Это не у нас, не в нашем регионе. Но я видел такие стационары. Умирали у вас врачи, медперсонал? В нашей больнице, к счастью, нет. Вообще врачи в Забыкальском крае умирали. Именно от коронавируса? Можем мы сказать о том, что уровень наших врачей, которые лечат коронавирус сейчас в Забыкальском крае, соответствует уровню, ну, мировому? Ну, насчёт мирового... Я был в иностранных клиниках, но был вот в до-ковидную эру. Ну, мы смотрим, конечно, списываемся там с коллегами, смотрим вебинары, там итальянцы сейчас очень сильно продвинулись. Вот, по крайней мере, те подходы, которые у нас вот в России, в Забыкальском крае, они не сильно разнятся. Видите, какая ситуация с коронавирусом очень интересна. Ну, мне вот просто как вот исследователю, как вот врачу, то, что поначалу это было кто на что гораст. Не было никаких единых протоколов. Вот, особенно в Москве это было очень выражено. Одна вот клиника, допустим, МГУ лечила там всех диперидомолом, вершпироном, а вот это лечила так. И причём практически, ну, деметрально противоположные были подходы. Мы это все ощутили, когда к нам летом приезжали помогать, значит, коллеги из Москвы, приехали через одной больницы, а потом приехали из 52-й больницы. Там совершенно разные подходы, деметрально противоположные, потому что болезнь новая, никто не знает, как лечить. А сейчас все примерно пришли к одному ключу. Ну, вот отличается, конечно, по странам. Допустим, вот в Германии, вот меня уже куда-то принесло, но... Не-не, это максимально интересно. Максимально интересно. Вот в Германии, например, у нас есть коллеги, даже вот, которые у нас закончили нашу ЧГМА, мы сейчас не исписываемся, они работают в Германии, в моностационарах. Вот в Германии они очень любят применять препараты Remdesivir, которым в своё время вот Трампа лечили, лечили премьер-министра Великобритании, и они мало применяют антицитакинную терапию, то есть блокаторы, которые ингибиторы интерлекина 6-го, ну и другие. В Италии наоборот, они Remdesivir практически не применяют, значит, они очень много используют ингибиторы антицитакинной препараты. И вот у нас в России, то, что началось с департамента сохранения города Москвы, мы это переняли в июне у них, и нам повезло, что у нас был препарат в достаточном количестве, сейчас есть. Мы очень активно применяем генно-инженерные биологические препараты, вот такие как бы наши подходы. Есть, безусловно, два момента, которые работают, безусловно, у всех в Чите, Москве, Нью-Йорке, там, Риме. Это работает кислород и работают антикоагулянты. То есть это два единственных метода лечения, которые доказано снижают летальность. Остальное ещё сейчас в процессе изучения. Вот это два безусловных. И вот антицитакинные препараты, это такое перспективное направление, которое активно используется у нас уже получается в течение 6 месяцев. И самое важное, что врачи верят в эти препараты, это очень важно психологически, надо во что-то верить. Поэтому мы постоянно квалификацию нашу повышаем. Вы как вообще? Психологическое у вас состояние? У вас нет там, не знаю, усталости какой-то? Ну оно мобилизация, может быть, и есть, а некогда об этом думать. А нас тоже спрашивают, вы там устали, и там на нас-то что думать? Мы живы, вот нам как бы страдают люди, нам о людях надо думать. Вы сегодня во сколько проснулись? Я сегодня 8. 8? А во сколько были на работе? Ну я вообще сейчас, тоже у меня несколько дней в отпуск я взял, но я всё равно пошёл на работу. Я на работу сегодня к 11 пришёл, некоторые дела поделал. Но вообще в мирное время мы где-то в 9 приходим, в 9 уходим. Ну в смысле вот в текущем вашем режиме работа? Ну в текущем, да, вот как летом мы работали, как мы работали. По 12 часов в день? Ну примерно, да. И потом домой? Потом домой. Сколько раз вы заходите в красную зону? Ну я обычно один раз захожу, а потом у нас НДБ, мультициплинарная бригада. Вот, конечно, показывается во всех фильмах, про врачей в роликах вот этих ободряющих, как все ходят в зоне, в этих костюмах. Ну это, конечно, всё так красиво и пафосно, но основная эта работа, она идёт в чистой зоне на самом деле. То есть жизнь этой людей спасается в чистой зоне. Когда мы приходим, собираемся, вот приходит наш профессор, приходит там пульмонолог, врачи других специальностей, там все заведующие, начмед, и мы каждого тяжёлого больного обсуждаем. Мы каждого тяжёлого больного в нашей больнице обсуждаем каждый день. То есть нет такого, чтобы про кого-то там забыли, не делили внимания. И тяжёлый больник в отделениях у нас ухудшается, там становится критически, мы их тоже обсуждаем. И это часами происходит. То есть первое время там 4-5 часов обсуждали, потому что там 100 человек надо обсудить. И решения вот этого мультициплинарной бригады, они реализуются уже в красной зоне. То есть в красной зоне там нет времени думать, там нужно действовать, там уже какой-то алгоритм конкретно даётся, вот этот пациент интубируем, этому вводим геноинженерную терапию. И это просто время действий. Вот вы спрашиваете, как мы? Вот мы поначалу, когда смотрели, всё начиналось в апреле, в мае, вот эти ролики из Ухани, потом из Бергамо, что они выходят, там в костюмах плачут, просто ложатся, спят в красной зоне в эти костюмы. Думаю, они ещё совсем, что ли? Ну, вышли бы, обработались бы, шли домой спать. А потом, когда у нас по 100 человек, по 150 начали обращаться в день, у нас, когда появилась пятая реанимация, в сентябре-октябре, мы поняли, что это такое. То есть это реально, конечно, физически очень тяжело. Особенно вот кто в реанимации работает, они заходят три раза по четыре часа. И то есть ты в четыре часа просто берёшь и заходишь. И всё это время, когда ты не в зоне, ты тоже не спишь. Ты делаешь медицинскую документацию. То есть там ты 24 часа в сутки не спишь. И тут, ладно, физически можно к этому привыкнуть. Мы его уже не замечаем, он как кожа. Тяжело очень психологически. В том плане, что очень высокая смертность. Очень высокая летальность госпитальная. У нас в доковидную эру, вот в Сен-Геннадзе, эти данные, они абсолютно открытые. Была летальность 12%. В реанимациях? В реанимациях. При всех реанимациях. От инсульта, инфаркта, политравма, ножевые ранения. Все в совокупности, все тяжёлые заболевания. Сейчас у нас летальность при коронавирусе 30-50%. Гигантская летальность. Никогда такого не было летальности за всю историю. Я специально изучал историю эвакогоспиталей Великой Отечественной войны. В Великой Отечественной войну. Ну, там понятно, там ранены, как правило, они с театра военных действий ехали неделю. Там были старые раны, такие нетяжёлые раны. Там летались 0,4. 0,4. Среди всех. Реанимации тогда не было. 0,4. У нас сейчас около двух коэффициентов летались. То есть, примерно, у нас больные в 5 раз тяжелее, чем были ранены в Великую Отечественную войну. А в реанимации это 30-50%. То есть, вот это реальные данные. И самое печальное, почему происходит эмоциональное выгорание медработников, когда ты бьёшься из этого больного, каждый день за него борешься, всё, сделаешь всё, что ты обязан, и даже больше, постоянно в таком напряжении, и вроде всё сделано, а больной всё равно умирает. Вот это очень сложно пережить с точки зрения персонала. Просто руки у людей опускаются. И мы как можем, поддерживаем. Но могу сказать, что у нас, конечно, врачи все остались в депрессии находятся. Депрессии, но на морально-волевых качествах они вот эту работу продолжают. Ну, а у нас нет другой вариант. Слушайте, ну вот из всего того, что мы сегодня проговорили с доктором, правильно говорит доктор? Или врач? Да хоть как. С доктором Лукьяновым следует, что ситуация по-прежнему очень тяжелая, и лучше туда не попадать. То есть, вот как говорили в этом знаменитом уже интервью Екатерины Шайтановой, в конце там говорили, нужно постараться не болеть. Это то, что мы можем сделать. Это уменьшает, во-первых, наши шансы попасть в моностационар, в руки к врачам, которые, конечно, к этому готовы. С другой стороны, это позволяет не увеличивать нагрузку на систему здравоохранения, которая, конечно, ко всему готова, но лучше бы заболеваемость продолжала падать. Поэтому я со своей стороны желаю вам не расслабляться. Это, по-моему, самое важное. По-моему, мы все немножечко расслабились, причем поголовно. Нужно, по-моему, помнить о том, что это смертельно опасная болезнь, при которой, если вы попадете в реанимацию, то вы с вероятностью в 50% умрете просто. Да, абсолютно. Поэтому нужно, видимо, продолжать соблюдать те самые меры безопасности, которые в нас вбивали просто год практически. То есть это та же самая, как там, санация рук, наверное, да? Обработка рук, маски. Ниена дыхательных путей. Да. И отказ от попадания в места массового вскопления людей. Да. Ну и если есть признаки заболевания, а их уже все давно знают, это температура, сухой кашель и пропадание, обоняние вкуса. В таких ситуациях нужно изолироваться. И не ходить, и не распространять инфекцию. Особенно не ходить к своим пожилым родителям, бабушкам, дедушкам. Давайте побережем себя, побережем людей, которые нас окружают, побережем своих родственников, коллег и просто обычных людей на улице. Сергей Анатольевич, вам огромное спасибо за вашу работу. Спасибо огромное за работу вашим коллегам. Я надеюсь, что мы все-таки выберемся когда-то из этого состояния. Вы сможете спокойно сходить в отпуск, слетать куда-нибудь. Выберемся, безусловно. Самое главное не слетать, а самое главное, чтобы у нас люди перестали умирать. Да. Спасибо еще раз. Вы в наших руках. С Новым годом, здоровья. И вас с Новым годом, с Новым годом, дорогие друзья. Берегите свое здоровье, что еще пожелать. Ну и думайте о хорошем. Спасибо, счастливо.